всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 20 сентября хочу показать вам как выглядит перец второгодник мой весной кто смотрит меня с весны вы помните наверное что я в прошлом году осенью занесла вот этот перец он у меня в ведре декоративный орликина и гномик заносила зиму они перезимовали я их весной снова выставила и вот на второй год посмотрите какая у него роскошная вот эта вот крона напомню что я вот этот перец подрезала немного подрезала вот эту верхушки и он все вот эти вот побеги выпустил снова если бы сейчас не осень смотрите сколько еще бутончиков у него ну как еще бы он свел но у нас уже холодно для него и по идее его скорее всего можно было бы занести еще раз в дом и наверное он еще одну зиму бы перезимовал на третий год я его конечно не буду оставлять единственное что соберу вот эти все стручки семена соберу а он ну все останется в зиму погибать но если кого-то интересует вот пожалуйста наглядный пример второй год жизни вот этого декоративного перчика это в данном случае вот это перец орликина но точно также весь покрыт стручками и перец гномик но гномик у меня прославился тем что когда его в прошлом году занесла домой во время зимы во время зимнего там как произрастания можно так сказать у него в горшке завелась белокрылка из-за этого он меня наградил этой белокрылкой по всему огороду она потом расползлась когда его весной вынесла поэтому я заносить их больше не буду но вот испытания перцы прошли удачно они могут жить и на второй год и давать такие же плоды напомню что вот эти декоративные перцы они же не только для красоты их вполне также можно употреблять и в пищу они остренькие можно добавлять во все блюда в салаты все лето можно было бы им пользоваться можно не только в ведре как у меня выращивать но выращивать и в открытом грунте и в теплице где-то но только подальше от сладких перцев потому что горькие и сладкие очень часто переопыляются все до свидания с вами была ольга чернова и вот этот красивейший шикарный перец второгодник орликина